Всем привет! Сегодня у нас мороз и солнце. День чудесный, день прекрасный. Вот первых 2-3 дня, сегодня 15 января, первых 2-3 дня у нас морозные дни, а то была аномально теплая зима, плюсовая температура, и как-то не думала, чтобы утеплять свои растения, думала так и будет зима теплая, но неожиданно, зима нас застала 15 января, и вот решила прийти в лес и поискать какое-то повалившееся дерево, чтобы нарезать лапника и утеплить свои растения некоторые. Ну, не доходя вот до самого леса, увидела вот сосну, которую непонятно почему срезали, то ли пилой, скорее всего, бензопилой. Скорее всего, это было перед Новым Годом, и здесь или лесники-охранники их поймали, и они бросили, или убегали от лесника, или почему-то им эта сосна не понравилась. Ну, и вот, чтобы хвоя-то не пропадала, я сейчас срежу и на чай себе, и утеплить свои некоторые растения, ежевику там, розы, на клубнику ещё накидаю. Ну, вот так. Вот такой прекрасный у нас сегодня день выдался. Ещё по пути встретила, раз уже с секаторами пришла. Вот у нас называют дореза, которую режут на метлю, чтобы подметать во дворе. Вот ещё решила нарезать себе на метёлочку. Приду домой, муж сделает мне вот такую метёлочку. После праздников хочется, после засторий, после столов, блюд различных, холодцов, хочется погулять, пройтись, немножко свои калории потратить. Вот такая у нас прекрасная сегодня погода. Мороз, свежо. Ну, сейчас нарежу ещё лапника и пойду утеплять свои растения. Ну вот, лапника мы собрали. Сейчас будем утеплять нашу розу, как я говорила. У нас уже началась минусовая температура. Для того, чтобы розу утеплить, и сначала чуть-чуть земли насыпала, затем хвойного лопада утеплила корни. Теперь, вот, чтобы наши мыши здесь не гуляли. Наши мыши. Ну, наши мыши, раз они у нас, утепляем хвоей. Вот, лапником. Естественно, не надо бежать в лес и рвать деревья. Обязательно листья нужно все срезать. Они у меня сами осыпались. Но если у вас ещё не осыпались, у нас есть, у меня есть вот такие сорта розы. Чайная роза болгарская. У неё ещё листья есть. Я их просто наклоню. Вот. Утепляем нашу розу. Я её не обрезаю. Обрезаю уже весной. Чтобы не травмировать, чтобы не заводились различные грибки на срезах. Ничего не вот. И вот я сделала вот такой мат из камыша. Как делать, я уже показывала в своём видео, как мы делаем мат из вот этих камыша. Они очень нас выручают, чтобы утеплять наши различные растения. И вот таким образом мы их укроем. Обмотаем матом. Где моя верёвочка? Вот, надо быстро, потому что ждали, ждали. Тепло, тепло, а не надо утеплять. Да, у меня уже руки замёрзли. А вот тут уже раз и мороз. Внезапно зима пришла в конце января. Да. Вот так мы сейчас все наши розочки утеплим. Вот. Вот так их обвяжем верёвочкой. Вот. И наши розы, я думаю, нашу зиму не очень пострадают. Не очень такую суровую, надеюсь, переживут. И не очень пострадают. Да, так быстренько мы сейчас все свяжем. Какие мы быстрые, когда холодно. Да. Что у меня руки смерзнут. Ну вот, друзья, вот таким образом мы утепляем наши розы. Вот одну розу мы утеплили. Пошли греться, а потом следующую. А потом будем следующую. Думаю, до вечера мы утеплим наши розы. Всего наилучшего. Подписывайтесь. Всего наилучшего, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok